Ребятушки, всем приветики! Я очень рада тому факту, что вчера я выложила видео про то, как я сделала торт Наполеон, и вам это видео понравилось. И был такой комментарий о том, чтобы я показала еще что-нибудь из блюд. Но поскольку я не совсем хорошо знаю украинскую кухню, ну как, я ее знаю, но я в принципе такое не люблю, потому что в украинской кухне что у нас? Борщ, галушки, вареники, разные там способы приготовления картошки со шкварками и тому подобное. Вот, я как бы это не особо люблю. И вообще, честно вам скажу, что я люблю готовить так, чтобы это было быстро. Я ненавижу долго проводить, много проводить времени на кухне. Я люблю готовить такие блюда, чтобы быстренько хоп-хоп, и все готово. Вот, и поскольку я сегодня буду готовить мясо, то я решила, почему бы вам не рассказать, как его готовить. Все, приступаем к готовке. Смотрите, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ссылочки все у меня оставлены на моем канале в ютубе. Ну что, приступим к приготовлению. Ребята, у меня есть вот такой кусочек свинины. Это вообще было мясо на кости, но мне продавец выбрала так, что, в принципе, здесь не мясо на кости, а ребрышки. Выбрала так, что, в принципе, здесь ребрышек и нет. Там, где было ребрышки, я уже это все приготовила, и здесь осталось вот такое мясушко, и оно, можно сказать, с салом, с прорезью. Сейчас мне нужно порезать это мясо и замариновать. Все, мясо я порезала. Ну, там, где было не очень широкое, но я порезала вот такими вот, как бы сказать, полосочками. Там, где было пошире, я разрезала вот так на такие кубики. Я не хочу, чтобы были большие кусочки. Вот, сейчас я буду мариновать. Что я сделаю? Я посолю, поперчу. Вот. Такой перец молотый добавлю, добавлю имбирь молотый, добавлю мускатный орех молотый, и добавлю вот такой вот классический соевый соус. Вот такой соевый соус. Все, делаем маринад, и потом я продолжу дальше показывать. Так, ребятушки, я добавила все специи, которые перечислила. Это у нас молотый черный перец, это у нас имбирь, это у нас мускатный орех. Посолила, все это перемешала. Кстати, соли добавляйте немного, потому что нам нужно промариновать в соевом соусе. Так вот, я поливаю щедро. Соевый соус. И еще я сюда добавлю, сейчас я вам покажу, что. Я сейчас хочу взять ложку на секунду. Вот, соевый соус. И еще я сюда добавлю светлое пиво. Вот такое пиво. Не надо много его добавлять. Чуть-чуть светлого пива. Вот так вот добавляем в мясо. Все, вот наш маринад готов. Я сейчас все это тщательно перемешаю. И даем возможность мясу немножечко постоять, отдохнуть, как говорится, промариноваться. А тем временем мы сделаем другой соус, для того, чтобы, когда уже это мясо мы приготовим, мы его еще будем, как сказать... В общем, оно у нас будет еще в одном соусе. Это мясо мы оставляем, оно у нас отдыхает, маринуется, а мы готовим другой соус. Значит так, для соуса мне понадобится мед. У меня мед такой немножко как загустел, но я сейчас хорошо его размешаю венчиком, и все будет хорошо. Вот, я добавила 2 чайные ложки меда. Я добавляю сюда горчицу, обычную, как сказать, моцну горчицу. Вот, острую горчицу добавляю. 2 чайные ложки. Вот. И... Сейчас, секунду, ребята, мне надо ложку поменять. Так, и добавляю вот такую вот горчицу с зернами. Она, по-моему, называется дижонская горчица, если я не ошибаюсь. Вот. Добавляю вот так вот. Ну, добавим 3, наверное, 3 чайные ложки горчицы. Вот. Теперь я беру, добавляю сюда соевый соус. Как-то мне неудобно так я другой рукой. Все. И вот эту вот всю смесь мне нужно перемешать хорошенько венчиком, чтобы получилась однородная масса. Так, ну, соус мой готов. Мне так неудобно свет падает. Все закрываю. Соус мой готов. Вот такая масса у нас получилась. Пахнет безумно вкусно. Думаю, что мясо будет очень-очень-очень вкусное. Все, ребятушки. Мясо у меня постояло, помариновалось. Я поставила уже сковороду на плиту. Добавила чуть-чуть растительного масла. И сейчас мне нужно будет это обжарить. Конечно, лучше было, если бы сковорода была гриль. Было бы это намного лучше. Но что есть, то и есть. Что маймо, то маймо. вот такое наше мясо. лучше поставить его помариноваться часика на два, на три. Но у меня нет времени, мне надо быстро все готовить. Вот. поэтому будем его сейчас уже жарить. Все, выкладываю я кусочки на сковороду вот таким образом. И буду все это обжаривать. обжаривать. Аромат, конечно, вообще божественный. Мне очень нравится, как пахнет. Вот. Все, жарим наше мясо. Мясо у меня обжарилось с одной стороны. Я его перевернула, добавила маринад, в котором оно мариновалось. И вот буду обжаривать с другой стороны. Заодно оно хорошо напитается нашим маринадом. Поскольку мясо само по себе жирное, то, в принципе, масла не надо добавлять. Нам надо, чтобы вот этот весь соус, он маринад, вернее, весь выпарился. Чтобы у нас были более такие сухие кусочки. Все, ребятушки, мясо. Ой, что там у меня в камере? О, нормально. Мясо пожарила, выложила в такую тарелочку, в такое блюдо. И сейчас, пока оно горячее, без жира, без ничего, даже можно будет промокнуть салфетки. И сейчас, пока оно горячее, я поливаю нашим соусом. как-то мне неудобно одной рукой. Сейчас, секунду, ребят, не перевернуть тарелку. Вот так вот поливаю и все это перемешиваю. Сейчас, ребят, ой. Аромат, конечно, просто сказка. Мясо еще горячее, оно сейчас постоит, пропитается еще этим соусом медово-горчичным. Вот. Всем приятного аппетита. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Я вас всех люблю, целую, до новых встреч. Вот. Всего-всего самого-самого прекрасного и хорошего. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok